Девочка-пай 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 всем привет сегодня я наконец закончил ниссан лаурель и честно говоря вот эта машина обмотала мне все нервы потому что сама модель очень слабо проработана и мне приходилось ее дорабатывать из подручных средств допустим дно но она очень слабо детализировано не надо думать что это отдельный деталь это все идет вместе с кузовом также все идет вместе с кузовом редуктор коробка передач все идет вместе с кузовом она здесь цельная так что проработка здесь скажем так на очень плохом уровне и например сделать занижение не приходилось устанавливать подрамник от чунинга вот от этих моделей это подрамник от gzx и наверно можно сказать что эта машина полностью собрана за частей которые вот просто валялись например потому что тормозных дисков тоже не было в комплекте я взял их с супры а 80 и они здесь прям вообще идеально встали то есть как будто они должны стоять и это опять же повышает детализацию машины также в комплекте не было никакого но другого салона то есть либо оставь этот либо ты вообще ничего не делаешь я заказал гидроручник отдельный руль ковш у меня был он у меня от subaru legacy также вот всякие вот эти вот моменты по типу занижение то есть мы видим машина вы смотрит туда это все связано с тем что здесь невозможно никак урегулировать нормально подвеску потому что здесь нету стоек допустим на тех же марках чайзер крестах от той же фирмы и вообще я бы этот набор оценил бы на 4 с минусом по там по симбальной шкале вот так давайте возьмем то есть мне что порадовало это достаточно хорошая проработка подкапотного пространства чтобы снять этот капот вот он то есть реально здесь проработка на высоте эти провода ну я их сделал из обычной нитки в принципе подходит по стилю то есть в принципе смотрится нормально но опять же то есть двигатель стоит отдельно от в от всего то есть не нету скажем так единой целостности например с днищем то есть нечистое отдельно двигатель стык день и это опять же ну убивать детализацию и реалистичность модели допустим вот на этом скайлайне от томи от томи есть как бы двигатель он единое целое это отдельная деталь правильнее сказать с трансмиссией и как бы изначально здесь нету двигателя и ты его должен собирать отдельно но в этом лаурели уже днище есть с двигателем и это немного ухудшает детализацию делают ее немного игрушечной хотя цены на вот этот цена на нет лаурель далеко не игрушечная также вот по детализации вот как раз есть момент дворники стоят не как отдельные детали как вот летая вместе с со стеклом ну в целом машина мне кажется удалась она смотрится сильно как дрифтовая и я хотел сделать ей ну вот скажем так вот есть мне nissan дрифтовый и есть еще один nissan дрифтовый как бы все в принципе логично и правильно а на этом я заканчиваю свой разговор о модели и приступаю уже к своему любимому тюнингу жигулей а после жигулей ближе к новому году будет очень интересный проект сразу скажу это будет снова nissan но очень интересный он будет весь в обвесе будет весь сверкать я заказал него отдельную подкапотку и отдельный двигатель так что будет очень интересно подписываемся на канал ставим лайки всем пока